Привет друзья! Россия нарастит объемы производства пороха, твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Чтобы производство пороха в России работало не на пределе своих возможностей, в России создают новые заводы и переоснащают старые. Сейчас заводы исправно выпускают пироксилиновые пороха для всех видов оружия, но существуют проблемы с поставками сырья. Дело в том, что для производства пороха требуется нитроцеллюлоза, производимая из хлопка. Ее производство сосредоточено в Китае и в Узбекистане. С 2022 года Россия начала активно скупать на мировых рынках нитроцеллюлозы, но этого оказалось недостаточно. Также Китай ограничил поставки нитроцеллюлозы на мировые рынки. С 2015 года Россия начала развивать новую технологию производства пороха из льна. Как оказалось, новый порох из древесной льняной целлюлозы получается ничем не хуже обычного. Преимущество пороха из льна – более высокая энергетика, чем у хлопка. Это позволяет снизить вес используемого пороха до 8% и получить те же значения, что при использовании пороха из нитроцеллюлозы. Цена пороха из льна до 5 раз ниже. Артиллерия стреляет точнее снарядами с порохом из льна, так как разброс при стрельбе с применением штатных порохов составляет 3-5 метров, а у пороха из льна этот разброс 0,5 метра. Стоит отметить, что лед Россия выращивает в рекордных количествах. В перспективе доля древесной и льняной целлюлозы в производстве порохов достигнет 60 и 70%. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветимся.